МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель, в студии працу Александр Гамоля. Глядите уже в этом выпуске. Высокая конкурентоздольность и уполненностью реализации новых проектов. Устаршиня комитета Держконтроля Украины Леонид Анфимов сегодня ознайомился с деятельностью предприемства Светлогорск Химволокно. Початок каникул, а для некоторых – початок нового життя. В 400 школах Гомельской области прагучал опошний звонок. У Знагороды переможцам у Гомеля подвели выники областного огляду конкурсу на лепшую организацию идеологичной работы в працанных коллективах. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Высокая конкурентоздольность и уполненностью реализации новых проектов такую выснову огучил старшиня комитета Держконтроля Украины Леонид Анфимов после ознайомления с деятельностью предприемства Светлогорск Химволокно и с перспективами его развития. С подробязностями Яугиня Кухаронак. Светлогорск Химволокно – предприемство с 55-годовым стажем работы. Его ведуясь далеко за межами Беларуси, продукция экспортуется больше, чем у 40 краин света. Заставаться за потребованием у своих гандлевых партнеров, а разом с тем не стоять на месте и находить новые рынки, дозволяя периодичная модернизация предприемства. Без того, что дает прибыль и дает имидж предприятию, а это и есть модернизация, предприятие не может существовать вообще. В этом году мы ввели две установки, которые позволили нам расширить наш ассортимент. Это сушильно-ширильная машина, которая дала нам возможность выпускать новые трикотажные полотна, полиэфирные с заданными свойствами. И ввели практически удвоили мощность производства нетканых материалов с Панбел, строительного назначения. А последнюю установку ввели в эксплуатацию в минулом месяце. Ее могутность – 10 тысяч тонн нетканых материалов в год. С реализацией этого инвестпроекта тут чекают, что годовый прирост выручки у померы 18 миллионов 800 тысяч долларов. С их чистого прибытка – 1 миллион. Данный этот нетканый материал, он технического назначения, используется в строительстве, как защита кровли, покрытие под кровли, также стеновые панели, элементы строительного назначения, плитах используется. Процесс модернизации, конечно, закранул и иншая вытворчая зоны. Есть распроцовцы – оригинальный проект, який немае аналогов в Украине. Партнером у его реализации станет Светлогорский целлюлозно-кордонный комбинат. Это будет дальнейшая перепроцовка целлюлозы у нетканые материалы – протирочные, теплоизолюющие, композиционные. Светлогорское химволокно успешно развивается. И я не буду сегодня говорить о стратегии его развития и стратегических перспективах, которые намечены руководством предприятия, наверное, еще рано. Но есть хорошие задумки, хорошие наработки, реализации которых позволят ему удерживать конкурентноспособные позиции среди предприятий аналогичного профиля не только в Европе, но и в Китае оттуда нас конкуренция поддавливает, и ему сложно довольно с ними конкурировать, потому что там ценовой фактор, прежде всего, играет определяющую роль. Но, видите, он держится хорошо на рынках. У протяг рабочей поездки старшиня комитета «Держ контроль» у Беларуси наведал Светлогорский целлюлозно-кордонный комбинат. Леонид Анфимов, ознайомый все с ходом проведения пуска наладочных работ. Продприемство, нарушивая могутности, перепроцовывая драунину, чем допомогают в решении проблемы лесного комплекса Украины. Сыровина состоится в Беларуси, с которой отримывается продукция с более высокой добавленной вартостью, и экспорт ведется на выгодных для нас умовах. Вижу, что все идет в заданном режиме. Но единственное сожаление, которое я должен высказать, что надо было нам его давно уже запускать в режиме пуска наладки. Где-то уже два года назад, я думаю, что мы смогли бы, и выполнив поручение президента по срокам ввода в эксплуатацию этого завода, выйти уже на проектные мощности и экспортировать продукцию. Она, в принципе, вся практически экспортоориентированная, экспортировать продукцию в те страны, где она востребована на сегодняшний день. Он уже даже в режиме пуска наладки продал 50 тысяч тонн целлюлозы, и причем по очень хорошей цене. Евгений Кухаронов, Кихар Марышенко, телерадио-компания «Гомель» со Светлогорска. Сегодня в 400 школах Гомельской области прохудшал опошний звонок. Со стушками выпускник 2019 на линейке пришли больше 8211-классников. Наш корреспондент Олег Синтеров принял удел в ауражистостях, которые прошли в агрогородку Вудь Добрыжского района. Ночью в Вёсты прошел мощный дождь, але перед початком линейки на небе заявилось солнце. Гэтые природные заявы в школе рассломачили в ответственности с народными предметами. Дождь до добробыту, солнце до удачи, а тому дальнейшее житё селедних выпускников обоевского Будепа Спяховым. В этом году Уйтевскую середнюю школу закончили 8 человек, причем все уже выросли притягивать учебу далей. Их первый наставник Татьяна Сычева говорит, что сегодня навык и не верится. Прошло 11 годов. Маленькие, смешные, с большими бантами, с испуганными глазами. Такие все интересные, забавные. Ну, как бы так могу их описать. Уйтевская середняя школа в Добрыжском районе одна злепших. Только в этом научальном годе ее учени на конкурсах из поборниц лохорозного узровня отримали больше 50 дипломов. Для сельской научной установки это добрый показчик. Тут в уголе готовы поспочаться на кондумке, об незавсюду высоким узором неведом у висковых школьников. Я каждый свой день начинаю с мыслью и с девизом, что сельский ученик – конкурентноспособный ученик. И это вижу на делах, на практике, на участии моих учащихся в различных конкурсах районно-областного и республиканского уровня. И учащиеся нашей школы показывают великолепные знания, чувствуют себя комфортно, уверенно, сдают достойно централизованное тестирование. Сегодняшний опошний звонок у Вутевской школы – заключенное мероприемство по ушанованию выпускников. На протягу месяца кожная понеделка тут проходила линейка, на какой классы выказывали им свои наказы, хоть и сами 11-классники без пожаданий не вышлися так само. У Вутевской середине школы уже годов 15 есть такая традиция. Выпускники вот на таких символичных ключах покидают свои парады в ушнем инших классов. Сегодняшние пожадали. Берать школьный инвентар, положать старейших, не кричать молодших и промать удел у школьных мероприемств. Опошний вальс у Вутевской школы – не просто обовязковый элемент врачистой линейки, это развитание с опородой родной установой и ее наставниками. Теперь выпускники уже с жартом будут узгадывать свои сочинения с помылками, незнайденные отказы на математичные задачи и невылученные химичные формулы. Опошний звонок ставить под 11 годами в учебу кропку. Напереди у выпускников экзамены и выбор дальнейшего житевого шляху. Было здесь очень весело, конечно, не без слез, по некоторым урокам, так как были иногда плохие оценки. Также я здесь нашла много друзей, и эти воспоминания останутся у меня на всю жизнь. Не останавливаться на достигнут, дальше идти, быть профессионалами своего дела, то, которое они выберут у себя. Какой жизнедорожкой они поедут. Кто-то будет строителем, кто-то будет водителем, кто-то преподавателем. В каждой специальности необходимо быть профессионалом. Вот я им этого желаю. Олег Сентяров, Йоген Макинка, телерадиокомпания «Гомель», Добрский район. Опошню в этом научальном годе звонок прозвенел и для вучня в Гомельского державного в училище Олимпийского резерву. Все лето за установой развитываются 63 выпускники. Для когостей в этот научальный год выдался вельми удалым, а когостей ждали невеликие школьные тяжкости. Али опошню линейку все подлетки, педагоги и батьки сустракали с выдатным святочным настроем. Для многих вушням опошний звонок символизует наступление долгих летних каникулов, новое уражение, приемное сустрельшее и, конечно, с поборництвы. Для выпускников же это час экзаменов, отказный выбор будущей профессии и серьезный крок у дорослой жизни. На линейку запросили гоноровых гостей, маестров спорта, международного класса, удельников и пройзеров чемпионатов света и олимпийских гуднях, которые так само колести скончили это училище. И они пожадали выпускникам о будущем не только стать переможцами, а и годными людьми. Мы считаем, что в училище все созданы условия для того, чтобы ребята могли себя реализовать. Час из них уходит для поступления в высшее учебное заведение, час остается на курсы. И мы гордимся тем, что наши учащиеся будут представлять на вторых летних олимпийских европейских играх нашу страну. Это и Эмил Алиев-Бокс, и дедаистка Ульяна Миленкова, и из филиала по гребле Каноэ Свита. Если бы не училище, я думаю, я бы не достигла таких высот, как сейчас, и я бы, наверное, не участвовала в европейских играх, которые у нас пройдут в Минске. Поэтому я благодарна училищу за то, что вырастил меня, и много чего дал мне. Сейчас подготавливаюсь к европейским играм. Вот сейчас в понедельник уезжаем уже на заключительный сбор, который пройдет в Пинске. И вот после него сразу уезжаем, заселяемся в деревню, и уже стартуем. Наместник старшиней Постоянной комиссии Совета Республики Национального Схода Республики Беларусь по адукации, навуции культуры и социальном развитии Андрей Беляков сегодня наведал гомельский ликероводочный завод «Радамир». И он сострялся с прационным коллективом предприемства и провел прием грамадян. Принциповая позиция члена Палаты Территориального представительства Андрея Белякова на подобных встречах нельзя обходить проблемные моменты в жите людей. А на два рот варто обмерковывать каждую хвалюющую проблему. И он отзначил, что за цикавостью чакал состреши с коллективом гомельского предприемства, якое экономично, стабильно развивается, активно удельничает в белорусском бизнесе. У кадровой политики завода курс на омолоджение и добрые социальные гаранты для супрацовников. Андрей Беляков подчас состреши закранил темы будовництва жилья для семью, замацывания молодых специалистов, активного отдела рабочей молоди в жите города и в области. Сустреча с оправдой пройшла в формате живого диалогу. Супрацовницы, мамы школьников активно обмерковывали питание эдукационного процесса в школах. Шмот, кто хотел, почутят Андрея Эдуардовича особистый приклад об научении детей в минских школах. Те из работников, кто хотел отримать допомогу або консультацию по особистых питаниях, сустрелся с Андреем Беляковым в рамках приема грамотян. Как правило, это благоустройство, как правило, это вопросы жилищно-коммунального хозяйства. По сути дела, то, с чем сталкивается каждый из нас ежедневно. Поэтому где-то разъясняем, где-то обращаемся в органы исполнительной власти. У Гомеле подвели выники областного гляду конкурсу на лепшую организацию идеологичной работы в працовных коллективах. У Знагороды в разных номинациях отримали больше, как 30 переможцев. На уражистой церемонии побывала Ганна Каральчук. Конкурс на лепшую организацию идеологичной работы проводили в 14 раз. За этот час его переможцами стали около 250 предприемств и организаций региона. Сегодня в этот спис унесли новые назвы. Так, например, переможцы магляду конкурсу в Галине культуры стал Жлобинский историко-криознавчий музей. Сейчас его начальник Нина Шрейтер. 27 лет Жанчина была директором средней школы номер 9 города Жлобина и уже 10 лет она керует культурной установой. Сейчас в залах музея собрано около 18 тысяч экспонатов. Его коллектив у 40 человек работает с всеми категориями насильства. Мы ведем постоянно работу связанную с воспитанием, любви, патриотизма к тому, что мы сегодня имеем. Это наша изюминка, это то, без чего сегодня не обходится ни одна прибывающая в Гомельскую область делегация. Мы бываем в школах, в детских садах, мы проводим экскурсии на территории Жлобинского района, в самом городе обзорная экскурсия по городу, экскурсии по мемориальному комплексу детям-жертвам войны, экскурсии по усадебному дому 19 века и стараемся все то новое, современное, что есть сегодня в музейном деле использовать у себя в своей работе. Усяху на конкурс было представлено 90 материалов в 11 номинациях. Сародлепших так само назвали ГДУ имя Франциска Скарыны, Ельскую допоможную школу-интернат, Капцевецкий психоневрологичный дом-интернат для состарелых и инвалидов, Светлогорский филиал Гомельского областного споживецкого творства и шмат инших. Усеяны отримали дипломы и хорошовые премии. Гэтых представников разных сфер объедновывает одно. Идеологичной работой тут займаются талиновитые, инициативные и творчие люди. Их задача створить здоровый микроклимат у коллектива, сформировать командный дух, коли каждый член коллектива отчувает дочинение до выников огульной працы. Вот уже в 14-й раз подводятся итоги смотра конкурса идеологической работы в трудовых коллективах Гомельской области. Он призван отметить лучших из лучших. Тех, кто способен вдохновить, тех, кто способен повести за собой, тех, кто способен сплотить коллектив. И самое главное, тех, для кого на первом месте всегда человек, кто способен слушать, слышать и вовремя поддержать. Халлоуное управление и дало хищной работы культуры по справах молоди особенно заохватило некоторое предприемство и организации подзячными листами Гомельского облаконкама. Ганна Корольчук, Валерий Гопанько, телерадио компания «Гомель». На первой дне Международного дня обороны детей и початку каникулы в Гомельский городский центр культуры организовал святочный фестиваль «Гомель-10-2019». Быть нечистым, трубочистым, стыд и зря. Стыд и зря. С тобой покупать, нырять курь от сабрики в ручеке покинания и ваня и ваня всегда и везде. На его запросили около 2000 детей из областного центра Гомельского района, а так само Добруша, Мазара и Рэшицы. Мероприемство складалось с двух часток. С початку хлопчики и девчинки увидели спектакль «Муха-цикатуха» – музычную фантазию по вершах Корнея Чуковского. Постановку представили артисты Белорусского Державного Академичного театра Другая частка фестивалю проходила на набережной раке СОЖ. Там гостей ждали интерактивные пляцовки от каждого из домов культуры Гомеля. В учнях у початковых классов устрекали пираты и суперхерои – дискотека и фейерверк с цукерок. Будут разные локации и куклы Лол, и символы игр, как вы видите, и пираты, и индейцы. То есть образы совершенно разные для того, чтобы всех детей удивить и всем быть интересными и привлечь их к игре и показать, что скоро каникулы, можно уже выдохнуть, учеба закончена. Мы, в первую очередь, заботимся о наших детях, поэтому у нас летний период, он достаточно насыщенный детскими программами, поскольку их занятость – это наша задача. Будет проходить очень много разных спектаклей, мыльное шоу, бумажное шоу, ленточное шоу в Центре инклюзивной культуры, куда мы с удовольствием приглашаем. В Гомельской области отпашить купальный сезон можно будет на 45 официальных пляжах. Гэтым летом список таких мест в регионе пополнит сезон отпашинку в Хойниках по улице Лермонтова. На протягу купального сезона постоянно будет ожитивляться нагляд за пляжами, будут отбираться пробы воды. За беспекой на воде с початку мая уже 16280 штатных и коля 100 сезонных матросов-выротовальников. В областном Центре народной творчести представлена суместная выстава живопису гомельских мостаков, присвеченная «Году малой родимы». Каля 30 работ выконаны аллеем и акварелью. На полотнах авторы показали свое майстерство у адлюстраванне при гажосте родной природы. Пейзажи и натюрморты обудживают теплые успамины с детинства проведенного у бабули у везцы. Тут можно убачить старенькие хатки, тихую раку, сенокос, квитнеющий весновый сад и яблыки на снизе. Картины Игоря Хайкова, Сергея Сенякова, Геннадзя Татарских, Ганны Пугачева и инших оттягивают глядачов от городской Метусни и выкликают особливый настрой. Выставу можно наведать до 14 червеня у Вахот Вольны. Это и иншие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by На этом выпуск завершен. Дякую за увагу. До встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Грозовой фронт с сильными порывами ветра, проследовавший вчера через территорию Беларуси, можно сказать, обошел Гомельскую область стороной. По сведениям областного управления МЧС, Центр оперативного управления не поступило ни одного звонка, связанного с разрушениями либо подтоплениями и размывами автодорог. Тем не менее, ни погода не прошла бесследно. Накануне вечером в Калинковичском районе произошло практически одновременно два пожара. Причиной возгораний, по версии спасателей, могли послужить проявления сил природы, удары молнии. В 2020 поступило сообщение о пожаре в деревне Михновичи. Загорелся жилой дом. Спустя несколько минут жители этой же деревни звонили на спецлинию 101 с сообщением о возгорании уже нежилого дома. Оба пожара были ликвидированы спасателями. Однако жилой дом получил серьезные повреждения. Пострадавших нет. К сожалению, вчерашние сутки не обошлись без человеческих жертв, но стихия в этом случае не виновата. Рано утром в деревне Круги Жлобинского района в искусственном водоеме, не оборудованном для купания, утонул неработающий 52-летний местный житель. Двое мужчин отдыхало на берегу водоема, занимались рыбной ловлей, употребляли алкоголь и после этого один из них решил освежиться, нырнул и после этого не появился на поверхности воды. Поиски второго не привели к успеху и он запросил помощи. Данного потерпевшего подняли уже водолазы Жлобинской спасательной станции. По оперативной информации с начала года это уже восьмой случай утопления в Гомельской области. Среди погибших на воде двое несовершеннолетних. Работниками освода за данный период спасено шесть человеческих жизней. Не успели во всех школах прозвенеть последние звонки, а дети оставшиеся без присмотра взрослых уже становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. Накануне в Гомеле на улице из гимназии, который пересекал дорогу на велосипеде и ехал по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой. Вопреки правилам ученик не спешился, а водитель не успел среагировать и совершил наезд. 12-летнего подростка вместе с велосипедом отбросило на другой автомобиль. К счастью, водитель другой иномарки успел остановиться. Теперь часть каникул мальчик вынужденно проведет на больничной койке. У ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные ссадины и ушибы. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Завтра поединками в Минске и Солигорске стартует игровая программа 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Ислач принимает торпеда Беласа Шахтер Днепро. Футбольный клуб Гомель в 10-м туре сыграет против действующего чемпиона Борисовского Бате. Матч состоится 1-го июня на поле стадиона Центральный начало в 19.00. Борисовчане сейчас на второй позиции в турнирной таблице зелено-белое на 11-й. Мозырская Славия свой поединок 10-го тура проведет на выезде в Гродно. Поединок против местного Немана 2-го июня начнется в 19.45. В таблице чемпионата у команд по 13 баллов. Неман на 7-м месте, Славия на строку ниже. Гомель примет первый тур чемпионата Беларуси по пляжному волейболу. Состязаться будут мужские и женские пары. Турнир пройдет на площадках каскада Волтавских озер по улице Макайонка. Завтра матчи стартуют в 18.00, в субботу и в воскресенье в 10.00. В Гомеле завершилось первенство области по вольной борьбе среди юношей и девушек. Возраст спортсменов в 14-15 лет. Этот старт последняя проба сил перед спартакиадой школьников, которая с 12 по 14 июня пройдет в Борисове. Неожиданных результатов нет. Команда в принципе была до этого известна. Было перед этим еще первенство области. Проходило первенство республики. Правда, участие в областном первенстве принимали не все сильнейшие. Часть спортсменов сейчас находится на учебно-тренировочном сборе в Минске, где готовится к первенству Европы. Континентальный форум в конце июня пройдет в Польше, в Кракове. В составе сборной страны тренируются Александр Вербицкий, Иван Валеватый, Алексей Васюков, Данила Махонько, Валерий Бышек, а также Яна Костунова и Дарья Баханькова. Перед спартакиадой школьников спортсмены присоединятся к сборной Гомельской области. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.